МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Поезда на протяжении длительного времени остаются весьма популярным видом транспорта. Для кого-то железная дорога единственный способ добраться в большие города, другие мирное покачивание в вагоне предпочитают полётом на большой высоте". В современных поездах уже не встретишь зайцев на третьих полках плацкарта или безбилетников купейных вагонов. Скоростные, современные, комфортные поезда приходят на смену старым с непередаваемым ароматом в купе во время всего следования. Здравствуйте! Это программа «Транспорт и логистика». Меня зовут Дмитрий Олейников. Сегодня, пожалуй, о самом популярном и востребованном межгородском транспорте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год в Казахстане из точки А в пункт Б переезжают около 22 миллионов человек. Советские пассажирские вагоны на казахстанской железке уже действительно встретишь нечасто. Вместе с ненавязчивым сервисом они отправляются на вечные стоянки на неизвестных обывателю пустынных полустанках. И вот пассажиры уже мчатся навстречу новым встречам и впечатлениям. С 2010 года в компании реализуется долгосрочная программа обновления. То есть до сегодняшнего дня приобретено свыше 500 пассажирских вагонов. У нас в Астане в 2011 году был создан казахстанский завод по производству пассажирских вагонов «Тулпортальга». На сегодняшний день уже заводом выпущено свыше 300 вагонов. То есть эти вагоны сегодня уже эксплуатируются и оказывают услуги по перевозке пассажиров. В планах компании в целом дополнительно до 2020 года приобрести еще свыше 700 пассажирских вагонов именно «Тулпортальга» нашего казахстанского производства. Скоростное движение – то, чего так не хватало казахстанской железной дороги. Маленькие скорости и постоянные остановки развитию экономики никак не помогают. Разве что маленький бизнес, заскакивавший в поезда на небольших станциях, да продававший по вагонам носки алкоголь, развивался. Внедряется программа скоростного движения. На сегодняшний день уже введены 8 скоростных маршрутов, если даже можно их перечислить. Это Алмата-Петропавловск, Астана-Актобе, Алмата-Атрау, Астана-Атрау, Алмата-Защита, Астана-Защита, Астана-Кзарда. Дополнительно, чтобы эффективно использовать, мы еще ввели дополнительные маршруты из действующих составов. Это Астана-Чимкент и Алмата-Чимкент. Казалардинское направление, к слову, популярностью у пассажиров с севера пользуется немалой. Места раскупали задолго до отправления. На спрос в компании перевозчики отреагировали, и теперь на смену вагонам с истории пришли новые, с безупречной репутацией. А поезд в Казаларду теперь ездит чаще, чем раньше. Меньше теперь ждать уезжающим из Астаны и следующего состава в Караганду или Боровое. Периодичность движения электричек тоже увеличили. В планах общества ближе к лету запустить новый маршрут направлением Астана-Уральск, который будет курсировать через день. То есть это все делается для того, чтобы спрос есть на перевозки. И нужно отметить, что уже на сегодняшний день мы перевезли свыше 6 миллионов пассажиров. Вот только за 4 месяца этого года. Чтобы скорость стала пассажирам доступнее, для них ввели систему скидок. Дешевле всего билеты, которые продаются за месяц до отправления. Чуть меньше можно сэкономить, если покупаешь проездной документ ближе к дате отъезда. Скидки предусмотрели и для социально уязвимых молодых активных пассажиров. Железнодорожный сервис теперь, в общем, почти как авиа. Есть конкретная программа по обновлению модернизации инфраструктуры с тем, чтобы ежегодно развивать магистральную сеть и с тем, чтобы время в пути следования сокращать. Я пример приведу. Если обычные у вас поезда Астана-Алмата курсируют свыше 20 часов, то скоростной поезд у Порт-Альга курсирует порядка 12-13 часов. То есть время в пути достаточно заметно, оно сокращено. И по всем направлениям так курсируют поезда. По международным направлениям сегодня как раз тоже проводится работа большая с нашими коллегами, российскими коллегами, другими нашими соседями, с тем, чтобы перевозки сделать более доступными. Мы с прошлого года, к концу года, тоже ввели систему скидок на международные направления. То есть тоже тем пассажирам, которые заранее планируют поездки, предоставляем скидки максимально. И в этом году мы эту работу с нашими соседями продолжаем. Создают комфорт железнодорожники и на земле. Около 17 тысяч пассажиров из общего железнодорожного пассажиропотока страны ежедневно прощаются и встречаются на вокзале главного города Казахстана. Здесь для приезжающих и отбывающих стараются создать максимум условий. В 1991-м к старому зданию железнодорожного вокзала пристроили новое, отвечавшее требованиям времени. Билеты оформляются через билетную кассу и через автоматизированные кассы самообслуживания. Пассажир сам может подойти и оформить себе свободно билеты. Также имеется на вокзале для инвалидов ограниченных возможностей. Кассы отдельно имеются, это в старом здании вокзала. Имеется комната матери, ребенка и еще комната для инвалидов. Транзитные пассажиры могут между поездами остановиться инвалидой. Все услуги. Здесь инвалидная коляска имеется. При этом пассажира инвалида мы можем встретить и проводить, и в то же время и посадить на поезд. Также имеется для инвалидов парковочное место автомашин. Парковочных мест, к слову, в часы пик поездов всем желающим уже не хватает. На парковке, к тому же, слишком много машин-водителей, подрабатывающих частным извозом. Так и делят встречающие и провожающие привокзальные машиноместа. Для пассажиров существующий вокзал тоже уже становится тесен. В ближайших планах железнодорожников – сдача нового современного здания. Прирост населения Астаны составляет порядка 40 тысяч человек в год. В связи с чем растет и пассажиропоток. В этой связи руководством национальной компании «Казахстан-Темиржулы» был дан старт строительству нового вокзального комплекса города Астаны. Пассажиропоток данного вокзала будет составлять более 35 тысяч пассажиров в сутки. Вокзал находится на оси аллеи Макжелдов. Новый вокзал будет отвечать всем современным требованиям, будет являться важным объектом транспортной инструкции Казахстана и выведет на новый качественный уровень обслуживания наших пассажиров. Железная дорога – это не только перевозки людей. Незаметно для глаз сидящих в пассажирском вагоне по стальной магистрали проходят грузовые составы. Скорость их движения задает темп развития экономики страны. Железнодорожники скорость увеличивают с каждым месяцем, добиваются, чтобы транзит через нашу страну проходил в максимально короткие сроки. За три месяца план выполнили на 103%, то есть перевыполнили. Если говорить по номенклатуре, то это мы выполнили практически перевозки по всем номенклатурам. В текущем году отмечен рост объема транзитных перевозок у нас. Это связано с регулярными перевозками контейнерных поездов из Китая в Европу через Казахстан. Практически на 294% к уровню прошлого года мы увеличили перевозки контейнерных поездов. Если за три месяца прошлого года перевозка контейнерных поездов составила 18 поездов, то за три месяца уже текущего года перевозка 53 поезда. Поэтому мы активно проводим работу по привлечению дополнительного транзитного вагона потока. Это, как я уже отметил, перевозка Китая и Европа, Западная Европа. Транзитом через Казахстан это такие маршруты, как Чуньсинь-Дуйсбург. Но вот это перевозка на Польшу, это Чуньсинь-Лотси. Формирование контейнерных поездов направление относительно новое. Эти составы у грузоотправителей и получателей пользуются особой популярностью. Ездят они четко по расписанию. О новых транспортных маршрутах и логистических решениях мы обязательно расскажем в наших следующих программах. А пока очередной поезд отправляется в путь. И будьте уверены, днем или ночью, в холод или зной, он обязательно домчит вас. Может быть, прямо к вашей мечте.